Девушки отдыхают А потом просит непомерную цену Что же брать? Гроши Ты же знаешь, что я бы купила тебе мороженое, если могла Опять же денег нет От этого дня, как и от многих других, 30-летняя мать-одиначка Светлана Петровская не ожидала ничего Ее жизнь уже давно превратилась на постоянную борьбу за выживание Ой, да что же это за день такой? Полдня прошло, а ни одного покупателя Бывает, я сегодня тоже практически пустая Если я сегодня ничего не продам, мне детей нечем кормить будет Я тебе давно говорила, вот нельзя быть честной такой 50-67, кто заметит, а детей накормишь Галь, я не могу так, понимаешь? Людям тоже эти деньги на голову с неба не падают Да если б все такие честные были, мы б совсем в другом мире жили А это... Ты вот на меня позабыла И всегда с улыбкой И скидку хорошую сделаю, и товар хороший подберу И себя не обману Только так и выжить можно Галь, ты молодец Вот завидую тебе честно Не то, что я вот это жду, зарплаты какой-то Вот наивная Тогда им волю, да она им вообще ее отменит Они же думают, что мы тут что? За целый день месячную выручку делаем Что, вообще ничего на ужин нет? Да как сказать ничего? Сварю суп из рыбьей головы Чувствую, что скоро у твоих детей жабры вырастут Галя, ну а что мне делать? Ты счета видела на электроэнергию? Это ж ужас вообще Вон Соня джинсы порвала Я-то заштопала, конечно Она же их носить не хочет Говорит, засмеют в школе Я б ей купила с радостью Ну как я куплю? Ну, Светик, ну ты че? Ну ты же знаешь, что ты всегда у меня одолжить можешь Галя, а чем я отдавать тебе буду? Я, вон, ребенку мороженое купить не могу Купим? Ну как же дитю без мороженого? Нет, Галя Он вернется с туалета, так сразу и купим Нет, мне неудобно Значит, ты мне эти глупости брось Мамочка, послышь, что я нашел! Вот тебе и решение всех твоих проблем В кошельке, который нашел Тема Было очень много денег Я столько даже не видела никогда Эти деньги могли бы мне помочь решить кучу проблем Но я не могла их взять Какой бы пример я подала детям? Дура ты, Светка Ой, Галя, отстань, я без тебя тошно уже Я вам визитку нашла, наверное, надо позвонить сейчас, да, человеку отдать? Да не можешь оставить этот кошелек себе Так отдай мне, я быстро найду этим деньгам достойное применение Гудки пошли уже Алло, это Артем Романович? Здравствуйте, меня зовут Светлана Я нашла ваш кошелек Да, да, куда, могу поднести, куда? Хорошо, хорошо, я буду Договорилась Слышала бы ты, Галя, вообще, как человек обрадовался Конечно Он же в этом мире живет в отличии от тебя Ну и что делать теперь будешь? Ну как что? Понесу кошелек, он обедает в ресторане Я ему поднесу Фит, на не последние деньги в кошельке забыл Галь, ну ты же знаешь, что я все правильно делаю Ну чего ты начинаешь? Правильно, но глупо Ну, конечно, мне было удобнее, чтобы Артем Романович сам приехал и забрал свой кошелек Но он, видимо, занятой человек А для меня было принципиально лично вернуть деньги Я хотела показать сыну хороший пример Женка попросила подругу приглянути за своим товаром И вырушила выполнять данную обещанку Но дотримать слово Святлане выявилося не так легко Мама, мороженое От того, что я не могу позволить купить Тёме мороженое Он бывает таким счастливым, когда получает его Но даже ради счастья детей я не готова пойти на все Тем более, если счастье зависело от такой мелочи, как мороженое Тем временем, властник гаманца Артем обедал в ресторане И не переймался тамтешними ценами Ммм, хорошее вино Напоминает болгарь и сосикая Помню в Тоскане, я только его пила Это оно и есть Смотри, ты на себя не экономишь А зачем? Я за жизнь своих денег не потрачу А вот были бы у меня дети Кстати, поэтому мы с тобой сегодня и встречаемся Утром пришли результаты твоих анализов Давай без этих бумажек Артем, мне неприятно об этом говорить, но Нужно учиться смотреть правду в глаза и понимать, что с этой правдой делать Значит, своих детей у меня не будет Своему бы пациенту я бы этого не сказала Но ты мой брат Бессмысленно тратить деньги на дорогостоящее лечение Это бесполезно И что мне делать? Я хочу детей Артем, какие дети? Ты ни с одной из жен не ужился Сколько их было? Пять? Ты вообще понимаешь, что такое ребенок? Я хочу детей Точка Ты сам, как маленький ребенок в магазине игрушек Хочу и точка Я привык получать то, что хочу Тогда у тебя два варианта Первое усыновление Второе суррогатное материнство Выберешь себе мать Возьмешь материал в банке спермы А дальше как карта ляжет Алло Выхожу Я сейчас вернусь Ресторан был очень дорогим Я никогда не понимала, как можно тратить столько денег на еду, которую можно приготовить дома Ведь она вкуснее Да ну, тем более дешевле Мам, вы что, сюда кушать пришли? Зайка, мы пришли отдать дяде кошелек А покушаем мы дома Что? Опять рыбу? Не хочу! А ты что, маленький нехочуха? А ты знаешь, что с нехочухами бывает? Если наша нехочуха будет дальше продолжать Мучать всех, бурчать старухой Не хочу опять кричать То тогда его в больничку нам придется положить От капризов там лечиться И без мамы будет жить Все равно не хочу Какой упорный у вас, сынишка Явно мужчина растет с характером С характером не то слово А вы, наверное, Артем Романович? Нужно просто Артема А меня тоже Артем зовут Тема Ну нельзя перебивать взрослых Ничего страшного Здравствуйте, Опа Здесь все деньги? Ну, конечно, все Пересчитайте Это вам за счастье За честность не благодарят До свидания Я не могла взять эти деньги Они бы мне сильно помогли Но я не могла их взять Пусть я бедная Но я знаю, что я никому ничего не должна Я думала, так будет всегда Женка была бы не против отпочиты Але вдома на ней чекала Инша работа Соня, сейчас моя очередь смотреть мультики Обойдешься Мама Мама Соня, не трогай брата Я фильм смотрю Ну, потом досмотри Потом он закончится Слушайте, ребят У нас один телевизор на всех Вы можете как-то поделить его между собой? Мы сегодня кошелек с деньгами нашли Правда? Там много денег? Куча! Вот такая пачка была Мам А ты мне купишь новые джинсы? Соня, слушай Ты издеваешься, но ты же знаешь, что у нас нет денег Так о чем мы говорим, что есть? Так мы с мамой их дяди вернули Потому что мы честные и горды Да, мам? Да лучше бы мы у бабушки жили У нее большой дом и денег куча Соня, ты же знаешь, что бабушка считает, что я виновата в смерти папы Она нам жизни не даст А так ты нам жизни не даешь После аварии, в которой погиб мой муж Я не могла жить вместе со свекровью Да, семья мужа была обеспеченной Но свекровь меня попрекала каждым куском Я ушла от нее, потому что Ну, никогда не хотела ни от кого зависеть Знала бы я, какой сюрприз готовит мне судьба Для Світланы настав черговый сирый будень Але саме сьогодні Ей было призначено Підвести межу під усім минулим життя Галь, ты представляешь Вчера Тема соньке про кошелек проболтался Это вообще был такой кошмар Она мне скандал устроила Она мне и свекровь вспомнила И то, что мы с ней не живем Вообще ужас Да, дети жестокие по своим знам Ну, ничего, перебеситься перестаньте Да она-то перебесится Ну, а мне где деньги на джинсы брать? Ты у меня спрашиваешь? Светлана? А вы что тут делаете? А что удивительно вы? Может, я за рыбой пришел? А, за рыбой? Ну, так выбирайте, пожалуйста, семга, креветки, лосось Конечно, я пришел не за рыбой Я пришел пригласить в свой ресторан на ужин А как вы меня нашли? По запаху А, рыба Кошелеки потерял на рынке Осталось только пройти по рыбным рядам Артем, я не могу принять ваше предложение Меня дома ждут дети Мы детей возьмем Мы привыкли дома ужинать Отлично Какой у вас адрес? Где вы живете? Да она здесь недалеко живет Буквально через две улицы Такой дом с плоской крышей Второй подъезд, третий этаж Это общежитие знайдете Отлично Значит, договорились Вечером я у вас Галя, зачем ты ему сказала? Да потому что хоть кто-то должен позаботиться о твоем счастье Сильно переживала, потому что такой мужчина увидит, где я живу Я не понимала, как я буду представлять его детям Знала бы я, что это мелочи по сравнению с тем, что ожидала меня в дальнейшем Свитлана очень занималась визитом незнакомца Ганьбитися через занадто скромные условия жизни ей не хотелось Сонечка, поставь на стол Уха, жареная рыба, салат из рыбы Что-то мы сегодня шикуем Я тут ни при чем, честно тебе говорю Это тетя Галя дала Артему наш адрес Да брось ты Если он и взаправду такой богач, как Тема рассказывал Я даже соглашусь, чтобы ты вышла за него замуж Да что ты такое говоришь? Как у тебя вообще язык поворачивается? А что? Хоть выберемся из этой нищенской жизни И откуда Соня этого набралась? Я всегда учила ее, что в этой жизни нужно быть сильной Рассчитывать только на себя Я и так переживала из-за этой дурацкой затеи Так еще и Соня подливала масло в огонь О, добрый вечер, Артем Проходите Честно говоря, когда ваша подруга говорила, что вы живете в общежитии Я так сразу и не понял, что это именно общежитие Здравствуйте Давай пять, Тема А это моя дочь Соня Очень приятно А это вам подарочки к столу Ой, что вы, да не стоило утруждаться Я не утруждался, я водителя посла, он все купил Ну что же, я начинаю привыкать Не все так плохо, как может показаться на первый взгляд Вы знаете, честно говоря, это единственное жилье, которое мы сейчас себе можем позволить Я смотрю, у меня успел уже немало усилить для того, чтобы создать домашний уют А что это за запах? Так это же уха Ммм, запах детства У моей мамы уха точно так же пахла Соня, давай вино, будем праздновать знакомство Дядя Артем, посмотрите, за эти рисунки меня воспитательница хвалила Тема, мы же с тобой договариваем Еще Это талант В какой-то момент мне показалось, что не так уж и плохо, что Артем пришел к нам в гости Вечер пришел легко, и я жалела только об одном, что он быстро закончился Женка пошла проводжать Артема Вона совсем не очікувала від нього такой відвертости Знаете, я даже не ожидала, что с вами так легко будет Окей, ну все усложняйте Вы мне понравились, я решил с вами поужинать Так и должно быть Ну просто я не привыкла к такому Я тоже не привык Сейчас вернусь в пустой дом Там никого Я вам даже завидую У вас есть дети А у меня никого Я благодарен вам за этот вечер И еще Вы прекрасная хозяйка Отличная мать А еще вы очень красивая женщина Надеюсь, до скорой встречи Я была поражена и смущена И не знала, что мне делать дальше Наступного дня Галя с нетерпением чекала подробиць вечера Який Святлана провела с Артемом Что ж ты, подруга, полдня молчишь? Ну давай, колись Как там свидание прошло? Ой, Галь, ты знаешь Честно говоря, хорошо Я сначала не хотела, чтобы Артем приходил Ну знаешь, там мало ли что Дети подумают и так далее А потом все настолько пошло хорошо Что Тема вообще был от него в восторге Значит, не зря рыбкой торгуешь Что ты имеешь в виду? Ну как что? Вот и к тебе добралась твоя золотая рыбка Ой, Галь, да сказки это все Сказка ложь Да мне намек Ну, легок на помине Кто? Рыбка твоя золотая Артем, что ты тут делаешь? Для тебя Хочу пригласить тебя на прогулку Що відповість жінка? Світлана Петровська Працює продавчиною на ринку Щоб хоч якось утримувати двох дітей Доля зглянулася над жінкою І вона отримує шанс вилізти зі злиднів Чи не прогавить його Світлана? Чи піде на побачення? Рыбка твоя золотая Артем, що ти зробиш? Світлана, це тебе Хочу пригласити тебе на прогулку Ну я не можу, я ж на роботі Якщо ти розпродашь весь твой товар, тебе теж волят? Нет Тогда считай Що считать? Цену считай За свійку ти готова отдати всю свою роботу? Що, всю, чоли? Боже, ну що я непонятного говорю Це за все Видиш, як надо работать? Галь, да він шутить Нічого я не шучу Сейчас я розплачусь І ми поїдем в парк развлечений з твоїми дітьми Через пару часів під'єдет мій водитель Заберет чість товара А остальне? Можете устроити невидану акцію щедрости І раздати робудару Поняла? Йдем Да іди вже Артем делал для мене то, що не делал ни один мужчина Он выкупив всю рыбу, щоб піти со мной на свидание І я поверила, що він по-настоящому в мене влюблен Я навіть не подозревала, які у нього істинні плани Цілий день Світлана і діти провели в компанії Артема Він, як і обіцяв, привіз їх у парк розвар Таку інтрижку Артем, ти стільки для нас делал Я хочу тебе сказати большого спасибо Діти счастливые Света Твоі діти мене дуже добре восприняли Я тобі подобаюся? Так Отлично Зараз йдемо до мене вдома, я покажу вам свій будинок Согласна? У меня кружилась голова от скорости событий, которые со мной происходили Мне казалось, що я смотрю фильм со своим участием, в котором мною управляет воля режиссера І этим режиссером был Артем Діти із захватом сприйняли ідею погостювати у Артема Вони були ладні на все, щоб не повертатися до старого життя Ничего себе Как в сказке Я не думала, що такі дома бывають Круто! Мам, ти видела? Не балуйся, Тёма Ничего Я тож почав не мог поверити, що дом може бути таким технологичним Іграв, як ребёнок А що тут ще є? Камера наблюдення С них весь дом виден, територія возле дому Можем посмотри? Конечно, пойдем Мам, якщо ти выйдеш за него замуж, я буду самой послушной дочери на свете Я буду тебе помогати, буду хорошо учиться, да вообще сделаю все, що ти захочеш Только выйди замуж за цього мужчину В тот момент я чувствовала себе золушкою в прекрасному дворце принца Единственное, чого я боялась, щоб в полночь весь этот дворец не превратился в тыкву Это и произошло, только полночь наступила через несколько дней Вперше за довгі роки Світлана почувалася безтурботною і щасливою Та чина довго А ти куди? На работу Прислуга предупреждена о том, що ти з дітьми останешся у мене Водитель може съездить в общежитие, забрать необходимые вам вещи Артем, ну я не могу так Я думаю, мы договорились Это слишком быстро для меня Хорошо, сколько тебе нужно дней? Один, два, три? Ну, может, недельку Окей, недельку Спасибо, что не давишь на меня Я хочу, чтобы была готова жить со мной и была согласна на это Я была признательна Артему за то, что он не стал давить на меня Ну, я не подозревала, что я уже нахожусь под его давлением Повернувшись до гуртожитку, жінка зрозуміла, що жити ей більше ніде Здравствуйте Здравствуйте А вы не знаете, что тут произошло? Ночью был пожар, пострадало несколько комнат на верхнем этаже Вот мы теперь ждем, когда выделят новые О, боже, вы не знаете, какие комнаты? С 515 по 532 О, боже, у нас 528 Сочувствую Так, минуточку внимания Все, кто зарегистрировался сегодня до половины восьмого Получат места в соседних общежитиях Кто не успел, будет решать проблему с поселением сам Подождите, постойте Ну, а нам что же делать? У меня двое детей, куда нам идти? Милочка, я что-то не помню, чтобы вы сегодня вообще здесь ночевали Я вас в список не заносила Если у вас есть где спать, то идите туда и жить Каша Подождите, мы в подсобке можем В подсобке не положено Ну, постойте, ну что же нам делать? Я чувствовала себя золушкой, чья карета превратилась в тыкву Стоит только разница, что золушке было, где ночевать А я не знала, что мне делать Ну, вешать свои проблемы на Артема я точно не собиралась Знала бы я, что кто-то сделает это за меня Светлана планувала декілька днів пересидеть на рынку в подсобце До тех пор, пока не сможет влаштуватися в інших гуртожитах Проте доля вырешила иначе Поедем на рынок, пару дней переночуем в подсобке Ага, среди рыбы, да? Всю жизнь мечтала жить на рынке Соня, ну это временно Когда мы поселились в этот отстойник, ты тоже говорила, что это временно Сколько мы уже здесь? Наверное, лет пять живем Сонечка, ты не права, я делаю все, что могу Значит, ты должна признать, что не справляешься И довериться тому, кто сможет лучше позаботиться о нас И кто же это? Ты? Возможно Света, как же так? Почему ты мне не перезвонила? Хорошо, что у тебя есть Соня Которая может в критический момент принять волевое решение Пойдемте Пойдемте Соня, а как ты могла? А что? Лучше жить в подсобке на рынке? Там сыро и холодно Тебе нужно, чтобы мы с Тёмой заболели? Да У тебя есть деньги нас лечить? Я понимала, что Соня права, но все же чувствовала себя неуютно Я не привыкла решать свои проблемы за счет других людей Но с другой стороны, мне было приятно, что Артем не бросил меня в беде Я считала, что это многое говорит им Артем продолжил удивлять женщину и проявлял кращи рисы современного джентльмена Проходи сюда Хорошо, пока здесь Ну, я думала, что... Что я воспользуюсь ситуацией и предложу тебе ночевать у себя в спальне? Ну да За кого ты меня держишь? Ты просила время на размышления Я обещал Я привык держать слово Мне пора Располагайся Да Я поговорил с приятелем У него крупный медиабизнес Ему нужен секретарь Ты согласна? Ну, это неожиданно Он через неделю возвращается Что ему передать? Ну, я попробую Я не могла поверить, что в современном мире остались такие благородные мужчины, как Артем Я благодарила судьбу за везение и не догадывалась, что ждет меня дальше Над вечер Уси гості с господром будинку зібралися за святковым столом Вперше жінка зрозуміла, что ее казка має ярковатый присмак Соня, так дело не пойдет Приборы на столе не просто так Нужно уметь правильно есть Зачем? Затем, что это правило этикета А если мне неудобно? Привыкай Мама Что, мама? Или ты думаешь, я тебя здесь чему-то плохому учу? Тогда я есть не буду Голод не волк Захочешь есть, будешь есть правильно А мне какой вилкой есть? Маленькой или большой? Повторяй за мной Мне было неприятно, как Соня себя повела Мы были в гостях, а в гостях нужно стараться соблюдать правила, по которым живут хозяева Хотя, честно говоря, я тоже чувствовала себя неуютно Та Светлана ще не підозрювала, що сюрпризы для неї лище починаються Это тебе Ты пройдешься по магазинам, купишь одежду себе и детям Ого, это все на одежду? Да, а что, мало? Да ты что, я за целый год столько не трачу Да вообще у нас есть одежда Вас в экране мало И не возражай Либо ты сама едешь по магазинам Либо я отправляю водителя И он все купит по размерам А это, как ты понимаешь, не дело Придется подшивать, возвращать Да все равно это очень много Ничего, могу себе это позволить Я хочу сделать приятное тебе и детям Ну, спасибо тебе большое Ерунда И еще, мой терапевт через три часа ждет вас на полное медицинское обследование А зачем? Поверь мне, здоровье это самое ценное, что у нас есть Поэтому лучше сразу знать, что у тебя со здоровьем Чем потом не знать, куда бежать Позволю мне сделать это для тебя Я никогда не обращала внимания на то, что у меня болит Ну, болит, пройдет Одно, тело относится так к себе А другое так к детям Для меня самой страшной мыслью было думать о том, что делать, если мои кровиночки заболеют Потому что у меня никогда не было денег на лечение А это медобследование было самым ценным подарком, который мог сделать Артем Женка была в шоции после похода по магазинам За 2 часа она вытратила столько денег, сколько бы не заработала за 5 лет Теперь я понимаю, что значит быть счастливым Да, я думала, счастье это когда тебя мама любит Это само собой Но если мама любит и есть такая машинка То это вообще круто А тема прав, нам с твоим Артемом крупно повезло Ну, во-первых, Артем еще не мой А во-вторых, ребят, ну я хочу, чтобы вы понимали Ну не в деньгах-то, счастье Да брось, мама Я счастлива за тебя Мы и так много лет жили без денег Может, наконец попробуем, как это с ними жить? Я решила, что Соня права Мы и так много лет ели сводили концы с концами Я решила, будь что будет, буду радоваться каждому дню Знала бы я тогда, что этих дней у меня не осталось Світлана знову повернулася на рынок Але только для того, чтобы подписать заяву про звольнение И зайти до подруги Бо на сердце было тревожно Галюсик, привет О, привет Как твои дела? Как торговля? Так, как обычно, что не знаешь, что ли? Сколько дней прошло? Пять, семь А ты, смотри-ка, из унышки в принцессу превратилась Ну-ка, давай рассказывай, как там твоя королевская жизнь? Хорошо Хорошо, не то слово Судя по твоему внешнему виду, просто отлично А ну-ка, покрутись Нет, не принцесса Королева Скажи-ка мне, королева Ты хоть любишь своего короля? Ну, думаю, да А что тут думать? Тут все очень просто или нет, или да Галь, да все хорошо у нас Ну, есть некоторые странности А-а-а, секс Он и срученец Галя, да что ты говоришь Все нормально А, ну, значит, с сексом все в порядке Ну, это самое главное Ну, честно говоря, у нас секс всего один раз был Ты что, почему? Он и патент Да нет, Галь, ну мы просто спим в разных комнатах Спите в разных спальнях Нет, подруга Что-то у вас не то Чи зрозуміє Світлана натяк своєї подруги? Світлана Петровська разом із дітьми переездить до розкішного маєтку Жінка розпочинає нове життя Але її дещо турбує Вона звертається за допомогою доколишньої колеги Чи прислухається Світлана до поради подруги? Галь, ну мы просто спим в разных комнатах Спите в разных спальнях Нет, подруга Что-то у вас не то Да просто он согласился немного подождать и все Подруга, ты что, маленькая или девственница, чтоб тебя столько ждать? Ты смотри, с этим не тяни Таких, как твой Романович, вообще мужиков в природе не существует А лично на твой экземпляр, если будеш тянуть Очередь, как в мавзолею выстроиться Ты думаешь? Да зуб даю Я думала, что у нас с Артемом все хорошо Но слова Гали убедили меня в том, что это не так Я решила, что не буду тянуть Расчастье само свалилось мне в руки Я не должна его отталкивать от себя Жінка відчувала свою провину перед Артемом И намагалася выправити ситуацію, як могла Привет Боже, как хорошо А если ты пройдешь в спальню, то будет еще лучше Мне сегодня, дорогая У меня еще столько работы Не буду тебе мешать Святой Да? Пришли результаты медицинского обследования В целом все хорошо Врач разработал программу питания для тебя и детей И программу физических упражнений Тема воспринял все на ура А Соня почему-то идет в отказ Ты не поговоришь с ней? Может, пусть она делает, что хочет? Дорогая, ты же понимаешь, так не получится Она еще слишком мала, чтобы знать, что ей надо Для этого у нас есть мы Я была расстроена тем, что Артем не оценил мою инициативу И не обратила внимания на его слова о Соне Как показали дальнейшие события зря Чтобы объяснить, что же происходит Женка вернулась за порадой к подруге Что, прямо так я отказалась идти с тобой в спальню? Ну да, сказал, что занят Хрень эта подруга какая-то Мужики никогда не бывают заняты ради этого дела Ты думаешь? Мне тут неприятные мысли в голову пришли А что, если он, ну, того? Если он на твою Соньку запал? Что? Я не верила, что Артем заинтересовался Соней Я огнала от себя эти мысли Я видела, что Артем действительно был занят Я надеялась, что он мне не врет На ранок слова Галли несподівано отримала подтверждение Смотри-ка, а ты уже лучше меня этими приборами обращаешься А я думал, не справишься Да, Тёма, у нас вообще все очень быстро схватывает Воспитатели нам постоянно об этом говорят, да, Тём? Ничего, скоро намемо лучших репетиторов Посмотрю, что тогда о нем скажут Каких репетиторов? Всяких разных Ребенка в наше время нужно столько знать Доброе утро Как вам спалось, Артем? Доброе утро, Соня Хорошо Соня, встань немедленно из-за стола и пойди переоденься А что, я как-то не так выгляжу? Уйди, я сказала Ну ладно Хорошего дня, Артем Романович Тебе так же, Соня Артем не обратил внимания на поведение Сони Ну, или сделал вид, что не обратил Я не понимала, что происходит Ну, что-то точно происходило прямо у меня под носом Я собиралась это выяснить Мати продолжила стежити за донькою Аби вывести Артема на чистую воду Можно? Я боялась, что мои самые страшные мысли найдут подтверждение И, к сожалению, я не ошиблась А чем это вы таким интересным занимаетесь, Артем Романович? Соня, я вижу, что ты делаешь И хочу сказать тебе, что, во-первых, это некрасиво А, во-вторых, бесполезно Если ты хочешь оставаться в этом доме Тебе придется научиться вести себя достойно А не как последняя шлюха С одной стороны, видя реакцию Артема, у меня отлегло от сердца Но с другой, я не могла понять, что задумала Соня И почему она себя так вела Я думала, что воспитала хорошую девочку А как выяснилось, я многого не знала Светлана не стала чекати ранку Вона захотела негайно разобраться с поведенкой доньки Соня, что это было? Где? Я видела, что ты делала в кабинете у Артема Я? Забочусь о нашем будущем Как? А ты думаешь, я не знаю, что он с тобой не спит? А это значит, что ты ему не нужна И скоро он выгонит нас отсюда Я хотела спасти нас Как? Прыгну к нему в постель? Если бы ты была умнее, ты бы это сделала давно Я была зла на Соню И хотела ее наказать Единственное, в чем я не была уверена Это то, какое наказание должно быть достаточным Женка даремно переймалася через доньку Артем взяв ситуацию под свой контроль У него уже был план С которым Светлана Мала лише погодиться Что тут сегодня рано? Ой, да осталась привычка с рынка Еще вставать, ни свет, ни заря Да и тому же я полночи сегодня не спала Все думала о том, как Соня себя здесь ведет Как раз об этом я и хотел, чтобы поговорить Мне кажется, Соне необходима дисциплина Да я ее не баловала особо никогда Ты же сама говоришь, что тебе не нравится Как она себя ведет Ну да, это правда Вчера ночью я прошерстил информацию По частным пансионам И нашел настоящий институт благородных девиц Я думаю, это то, что Соне необходимо Ты думаешь? Уверен Я вижу, как тема очень хорошо вписывается В стиль моей жизни Я боюсь, Соня может ему в этом помешать Но это кроме того, что Соне нужен жесткий контроль и дисциплина Тогда я была уверена, что Артем прав Соня взорвалась И ей необходимо было менять свое поведение Поэтому институт благородных девиц Казался лучшим выходом из этой ситуации Женка навіть не здогадывалась, что на ее думку Никто и не собирался зважать Что, опять мораль читать будешь? Даже не подумаю Слава Богу Соня, завтра утром ты едешь в пансионат, так что у тебя есть время собрать вещи Что? Я никуда не поеду Это не обсуждается Это все из-за него, да? Из-за Артема? Ты ревнуешь меня к нему? Соня, да ты еще маленькая и глупенькая Ты вообще не понимаешь, что ты делаешь Я даже обижаться на тебя не буду Соня Ты меня предаешь, ясно? Тебе нужно, чтобы я тебе не мешала, да? Я просто хочу, чтобы ты несла ответственность за свои поступки Я не поеду Значит, тебя выволокут отсюда, ты поняла? Нет, не поеду Тогда мне казалось, что я поступаю правильно Я своими глазами видела, что не справилась с воспитанием дочери Я думала, что был еще шанс все исправить и решила воспользоваться им Після отъезда доньки до пансиону Світлана намагалася розібратися с тем, что происходило в ее жизни Как всегда, она вернулася за порадою до своей кметливої подруги Ой, Галь, не знаю даже, что делать Я думала, когда я перееду к Артему, жизнь наладится А все стало как-то с ног на голову Что-то я тебя, подруга, совсем не понимаю Здесь со мной торговала, жаловалась на нехватку денег Переехала в шикарный дом, опять все не так Ой, знаешь, мне кажется, что я вообще потеряла контроль над детьми Моя Соня оказалась просто ужасно воспитанной А Тема, я не пойму даже, он просто так и лнет к нему Да глупости все это У Соньки твоей переходной возраст, вот она и козлит Ну а Теме, ясное дело, мужчина нужен С кого ему пример брать? С тебя, что ли? Не знаю, Галь Раньше вот денег не было, ну мы как-то жили счастливо У нас была семья, а сейчас... Слушай, Свят, я тебе так скажу Не мажься, ты дурно В твоей жизни наступила белая полоса Что ты все время пытаешься какие-то пятна в ней найти? Ты думаешь, я преувеличиваю? Как всегда Я надеялась, что Галя права Я занималась ерундой, искала пятна на сонце Но буквально через пару часов мне предстояло убедиться, что мои волнения были не напрасны Женка без попереджения повернулася додому И те, что вона дизналася, выбило землю спид в ней Видела бы ты его, Тема, прекрасный мальчик Конечно, его ведь даже зовут как тебя Артем Артемович Звучит, да? Ну я поздравляю тебя, братик Наконец-то ты нашел семью Ты ведь этого хотел, правда? Я хотел ребенка В твоем случае получить ребенка без матери очень сложно Не так сложно, как кажется И что? У тебя есть какой-то план? Что задумал коханый Светланы? Светлана Петровская кардинально изменяет свое жизнь после встречи с замужным юристом Ее дети больше не зли дарят, а вона наконец-то чувствует себя коханой Но на сердце у женщины не спокойно Про что попереджает Светлану интуиция? Как складывается дальше ее жизнь? Ну я поздравляю тебя, братик Наконец-то ты нашел семью Ты ведь этого хотел, правда? Я хотел ребенка В твоем случае получить ребенка без матери очень сложно Не так сложно, как кажется И что? У тебя есть какой-то план? Женюсь Усынули у Артема Через годик разведусь Подам на опеку Как ты думаешь, с кем оставить ребенка? Жестоко Мальчику нужно будущее И я ему его дам Тогда я и поняла Какой же дурой я была это все время Я думала, что Артему нужна я А он хотел отобрать у меня сына Я была благодарна судьбе Что смогла услышать этот разговор с сестрой Того же вечера